Друзья, я думаю, что практически все видели вот такое необычное ведро конусной формы. Обычно оно красного цвета и висит вместе с пожарным инвентарем где-нибудь в доступном месте. Обычно подобное ведро можно увидеть в школах, техникумах и институтах. По крайней мере я видел такое ведро, когда учился в школе. У меня даже возникал вопрос, почему ведро имеет именно такую форму? А так как интернет в то время был мне практически недоступен, этот вопрос как-то вовсе и забылся. Но вот теперь-то я расскажу вам, почему пожарное ведро имеет именно такую конусную форму. Погнали! Наиболее распространенной версией происхождения пожарных ведер в виде конуса считается версия, что они были изобретены и применялись при тушении пожаров на флоте в Европе. На кораблях ведра изготавливали из многослойной парусины и сшивались в форме конуса. Так можно было максимально быстро изготовить изделие. С течением времени такую форму приняли в Англии первые пожарные команды, в которых было немало отставных моряков Королевского флота. Однако эта версия ничем не подтверждена. Ни на гравюрах, ни на картинах тех времен, ни в какой-либо литературе конусных ведер нет. Как мы уже с вами выяснили, ведра, предназначенные для тушения пожаров, не были коническими. А теперь давайте попробуем понять, какая причина послужила тому, что на сегодняшний день оно имеет коническую форму. Версия первая, историческая. На Руси до изобретения пожарных труб насосов пожары тушили вручную, сбегалось, как правило, все село. Люди становились цепочкой у ближайшего водоема и передавали ведра друг другу. А так как ведро было конусной формы, то никто не мог остановиться и передохнуть, ведь такое ведро не поставишь и не сядешь на него перекурить. Но как можно увидеть на некоторых картинах и гравюрах, ведра обычные плоскодонные. Версия номер два. В ведре, изготовленном в виде конуса, не возникают схлопывания при выбросе воды. В связи с этим, жидкость не расплескивается по сторонам, вылетает на большее расстояние и целенаправленно. Но по законам гидравлики, курс которой входит в программу обучения пожарных специалистов, форма струи, а также ее характеристики, расход жидкости за единицу времени, угол падения и дальность, зависят от сечения насадки, то есть ее формы и диаметра отверстия, а никак не от формы сосуда, из которого вода истекает. Таким образом, форма в нашем случае конусная, на характеристики струи не влияет и реальной помощи оказать не может. Первые конусные ведра массово обнаруживаются на американских железных дорогах начала 20 века. Коническая форма пожарных ведер отнюдь не инженерное ноу-хау, облегчающее тушение пожара. Это решение часто предохранительное, направленное против несанкционированного использования. Такое ведро нельзя использовать в хозяйстве, поэтому они никому не нужны. К тому же сегодня ни один из нормативных документов такой формы не предписывает. Так что если появится необходимость, спокойно вешайте обычные ведра, только красьте в красный цвет и подписывайте пожарное, чтобы было понятно, что это пожарный инвентарь. Конусное ведро всего лишь показатель недоверия к окружающим. И версия номер три. Шуточная версия, огласящая о том, что объем правильного конуса проще рассчитать, чем объем усеченного, то есть обычного ведра с плоским дном. Преимущества ведра конусной формы. Раскрой конусного пожарного ведра таков, что обеспечивает максимальный объем при минимальном расходе материала, так как не нужно изготавливать днище. Вместимость пожарного ведра около 8 литров. К тому же конструкция ведра обеспечивает достаточную жесткость, чтобы при падении с высоты оно не разрушилось, в отличие от плоскодонного ведра. Обычно во время пожара на руки одеваются защитные рукавицы-краги, которые очень скоро становятся мокрыми и скользкими. Конусовидное ведро удобно брать сразу двумя руками. Одной за острую часть конуса, другой за ручку. Вероятность того, что конусная часть ведра выскользнет из рук, ничтожно мала, чем край обыкновенного ведра. Конусное ведро легче топится, в то время как плоскодонное ведро плавает на поверхности воды как поплавок. Конусное сразу зачерпывает воду, а соответственно это легче и быстрее. Особенно это касается глубоких колодцев. При тушении пожаров и забора воды в зимнее время года, острым конусом ведра удобно проделывать лунку, пробив кромку льда на открытом водоеме. Во время пожара зачастую требуется бежать с полным ведром, а его форма в виде конуса позволяет не отбить при этом ноги. Это можно легко сделать с плоскодонным ведром. Процесс изготовления пожарного ведра очень прост. Поэтому тот, кто прибежал на пожар без ничего, мог бы и сам из подручных материалов, жести, брезента, проволоки сделать подобное. Конусообразным ведром можно взрыхлить почву или песок в специальном пожарном ящике и легко зачерпнуть их, держась одной рукой за вершину конуса, а другой за край ведра. И напоследок один интересный факт. 5 августа 1997 года в книге рекордов Гиннеса зафиксирован рекорд. В тот день в США, штат Вирджиния, 6569 скаутов создали самую длинную в мире живую цепь по передаче пожарных ведер с водой. Ее длина составила 3272 метра. На этом все, друзья.